Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители этих моделей. У меня в гостях Гарри Табах, известный политический аналитик, офицер. Здравствуйте, Гарри. Здравствуйте, известный журналист Михаил. Ну что ж, Гарри, я действительно, возможно, как военного человека вас оскорбил, назвав вас политическим аналитиком, но сложно вас не называть политическим аналитиком, потому что в одном из наших с вами эфиров, которые были буквально две недели назад, вы как раз предрекали попытку убийства Дональда Трампа. Почему две недели назад, три недели назад, месяц назад вы предполагали, что могло случиться? Ну, потому что мы имеем дело с большевиками, с СССРовцами, я не знаю, с террористами. Они попробовали все. Они сначала попробовали привязать Трампа к агенту КГБ, 4 расследования, 4 года, 5 лет, раша, раша, раша. Потом все это выходит обна на Клинтон, они вышли на самих себя. Потом они пытают его снять, ему импичмент за импичмент устроить. В конце концов, два импичмента устроили, но ничего с этого не получилось. То есть популярность его не падала среди американского народа. Потом они пытаются его вообще снять с белтов, чтобы он не имеет права избираться. У них опять ничего не получается. Они пытаются его разорить судами, миллионы, миллионы долларов штрафы, суды. Ничего не получается, потому что люди ему дают свои деньги, чтобы он мог выйти из этого народ американский. Они пытаются его посадить в тюрьму с этими дурацкими, идиотскими судами, которые поворачиваются опять против них. Они пытаются сделать все, что в их силах, законно-незаконно, ничего не получается. Следующее. Они начинают его открыто призывать, чтобы его убили. И начинается такая политика хейта, запугивания, что это фашист, что это Гитлер, что это Муслини, что он сейчас придет и заберет у нас всю свободу. Это делается не только в США, это делается в Европе, это делается в Украине, на всех каналах. Все ваши КГБшники и хорошие русские продолжают эту риторику, что да, это будет катастрофа стран. Байден хоть раньше говорили, спаси Байден, он дает оружие, потом скажет, ну хоть какое-то дает. Сейчас говорят, ну все равно лучше, чем Трамп. Значит, выходит этот КГБшник Портников Вячеслав. КГБшник, потому что никаким образом он не мог оказаться на журналистском факультете в МГУ Московском государственном университете. Еврейский мальчик с Украины, с Донецка, с Донбасса, откуда-то, без путевки от КГБ. Это невозможно было при советской власти сделать в МГУ на журналистском факультете. Оказывается, начинает говорить, что это будет катастрофа. Катастрофа, если Трамп придет, еще три дня тому назад это говорил, по всей Украине. И если он, например, будет такая же катастрофа, как когда он был президент, то есть начинается, они сводят, путают народ, запугивают. И народ на это реагирует. Посмотрите сегодня на телеграм-каналы в Украине. Хорошо бы, если бы его убило, жалко его не убило. Неврозов этот выступает, все вот эти вот хорошие русские. Ну, что мне их сейчас перечитать? У всех их, знаете, все эти яки, яки, эти, яки, те. По-английски яки – это противный. Яки, як. Говорят так, когда детям что-то не нравится, они говорят, яки. И вы видите в телеграм-канале, что хорошо, но в конце концов они начали призывать его, убивать. Нью-Йорк Таймс какой-то журналист сказал, надеюсь, что найдется кто-то, кто его убьет. Сам Байден сказал, хватит вам, к своей партии в обращении сказал, хватит вам обсуждать дебаты, надо брать на мушку или на прицел Трампа. То есть люди это слышат, люди боятся и думают, о, господи, надо спасать мир, надо спасать мир от этого фашиста, от этого Гитлера. И этот парень, который был не дурак, он был математик, он закончил школу с каким-то математическим, получил премию за математику, он 20 лет был. Один он или нет, это еще неизвестно. Ну, надо дождаться, конечно, расследования всего этого. И посмотрим, к чему. Ну, вот этот вот хейт, который распространяется вот этими либералами, вот этими, которые в себя включающие, которые за равенство, за любовь, за кумбая и так далее. Вот, это большевики, и они просто так власть не отдадут. Я думаю, что это не последнее покушение на Трампа. Будут еще попытки, будут взяты профессионалы. То есть я надеюсь, что какие-то меры будут улучшены в охране президента Трампа. Ну, Карим, кстати, об охране президента Трампа. Ну, собственно, Стрелок, как я понимаю, находился в 100-110 метрах от трибуны, где выступал Дональд Трамп. И, в общем-то, там такая местность, если посмотреть на карту, что там, что называется, не ошибешься. Там есть несколько построек, собственно, вот эта трибуна, что мешало изначально зачистить эти постройки, то есть контролировать, чтобы они были, потому что английское называется, клин, да, то есть не представляли угрозу. Ну, согласитесь, это очень странно. Ну, всегда такие вещи странные. Странно, допустим, что у нас было все вместе семь покушений на президента. Три было ранено, включая Трампа, а четыре были убиты. Всего лишь один президент был демократом, хотя сегодня он был бы тоже республиканцем, это Кеннеди. Вот это вот, опять же, демократическая партия, это социалистическая, коммунистическая партия. Я не хочу ничего так сильно комментировать про это, пока не будет проведено расследование. Да, показывая свой день, и как я знаю, как это делать, я думаю, что мы это оставим там полковником Пеньковским, тем же Яковинком, Яковенко, с этим всем швейцам, которые будут вам показывать свой день, и как надо было делать, и как надо было зачищать территорию перед тем, как выступает президент. Но, да, наверное, все-таки нужно было иметь бронированное стекло, из-за которого выступает он выступал. Нужно было на домах вокруг этой территории хотя бы поставить на крыши полицейских, это обычная такая практика. Но, опять же, Пенсильвания, это наш штат, мой родной штат, где они прошли через генпрокурором, который Соровский, который судит полицию, который вот defund the police, то есть полицейские у нас практически не функционируют, полиция не функционирует. То есть наверняка у них была нехватка местной полиции, нехватка много всего. Опять же, до расследования сложно что-то сказать точно, но я думаю, что изменения должны быть. И я думаю, кто-то должен понести ответственность за это. Но, да, я так... Гарри, я сейчас наблюдаю следующую историю. Значит, в принципе, представители, скажем так, демократов, поделились на, ну, как бы две составляющие. Первая – это то, что называется «legitimate». То есть это те люди, которые, ну, скажем так, должны действовать в рамках правил. Они либо молчат, либо они высказываются в духе того, что это преступление, это насилие, такого не может быть в рамках американского политического процесса. И вот там Байден звонил Трампу и прочее, прочее. То есть это вот вторая категория, да, которая высказывается, скажем так, вынуждена высказываться в духе того, что то, что произошло, это просто ужасно. Просто ужасно, это угроза американской комитации. Есть третья категория, я обратил внимание, это вот условно такая вот пехота, да, вот политическая, которая высказывается в духе того, что это была инсценировка. Я вот такое слышу и такое говорят, хотя если посмотреть на самом деле на то, что было и то, как оно происходило, даже это масса-то недоступна, тот человек, который говорит, что инсценировка, он дебил. Ну просто дебил, потому что там буквально в миллиметре прошло это поле. То есть чтобы считать, что это не инсценировка, рамки должны были хлопнуть, я понимаю, да. Вот как вы относитесь, скажем, к реакции со стороны демократической партии? Очевидно, что сейчас то, что произошло, это смешало как бы им карты, да. То есть получается, что уже все как бы забыли про то, что хотели менять Байдена на Харрис. Ну, смотрите, то, что это и сценировка, этих людей сразу надо отбросить, выкинуть и забанить. Это идиоты, которые ищут конспирологию, что это, значит, что это ЦРУ обрушило два здания в Нью-Йорке, что это там сами все. Это этих людей сразу надо банить, на них не надо обращать внимания, потому что погибли люди. Погиб как минимум один человек, два ранено. Сам этот парень убит, это открытые люди, это известно, вы можете проверить, у них у всех были в Фейсбуке. То есть это, конечно же, абсолютная глупость. А то, что другие говорят, которые молчат, демократы, ну и сам Белый дом молчал слишком долго. Те, которые говорят, и опять же, вот сейчас Байден, он снял свои рекламы, где он говорит, что Трамп – это Муссолини, фашист, что он придет диктатуру. То есть теперь они замолчали. Ну, какая разница, что они замолчали сейчас или говорят, о, нет, это не годится. Они призывали к этому. Они получили то, к чему они призывали. А теперь они пытаются отгрести обратно, говорят, ой, черт, по-моему, мы перегнули палку. Да, сейчас это прилетит нам обратно по Мерангам. И, к сожалению, Трампа не убили. Вот самое-то ужасное, что произошло. Что Бог сверху отвел. Трамп повернулся на какую-то сотую часть секунды. Он повернулся ему за место, чтобы в висок влететь, и пуля влетел, ну, проскнуло по уху. И это, что у нас называется divine intervention. То есть Бог сам, значит, влез в это дело и не дал этому случиться. И поэтому многие люди сейчас подумают, даже лидерозные люди подумают, что нет, все-таки Бог на его стороне. И мы видим, что его рейтинг пошел вверх. Но дело не в этом. Дело в том, что если вы почитаете телеграм-канал, если вы почитаете отклики, послушаете, что люди говорят, то почитайте украинский телеграм-канал. Жалко, что его не убило. Жалко, что они все хотели, они жаждали этого. Большинство. Прошла опрос еще несколько дней тому назад, по-моему, это то ли телеграф, то ли еще какая-то, значит, организация провела, что Байден в семь раз более популярен, чем Трамп в Украине. Вот после всего, что сделал Трамп в Украине, после всего, к чему довел Байден Украину с Обамы, начиная с Крыма, все равно здесь. Почему? Потому что прошло вот это вот, опять же, промывание мозгов. Не хуже, чем в России. Этого 20-летнего парня, который едет в Украину воевать против фашизма. Не хуже, а может быть даже и лучше. Ну, потому что демократия, потому что здесь же все, можно говорить, открыто. Не то, что в России. И опять же, как вот в фашистской Германии, как при Сталине, при советской власти, все это делается с такими старыми технологиями, никто ничего нового не придумал. Поэтому какая разница, что они теперь говорят. Дело все в том, что они довели мир вот до этого состояния, до этого психоза, что нужно убить человека, который чрезвычайно популярен в Соединенных Штатах Америки, который уже был президентом, при котором был мир во всем мире, как говорится, наступал. Все тираны сидели тихо. Экономика росла. Налоги были понижены. Иммиграция контролировалась более не менее. Его надо убить. Он тиран. Он фашист. Он муссолини. В нем будет диктатура. Вы все пойдете в концлагеря. Это в Украине все эти говорящие головы так. Они продолжают это делать. Люди продолжают слушать. Я это знаю по себе, Михаил. Потому что если два года тому назад люди со мной фотографировали, сделали селфики на улице, в метро и в кафе, то сегодня я вижу взгляды эти на меня. Я вижу, как меня шипят трамписты. То есть я враг. То есть в принципе мы все, не только Трамп, мы все люди, которые имеют вот этот лейбл, на который был повешен, что они трамписты. Сейчас вообще не понимаю, как я им стал. Я просто несколько раз на каналах сказал, что вы говорите неправду. Трамп этого не говорил. Трамп этого не делал. Наоборот, это сделал Обама. Вы говорите неправду. Вы не можете этого показать. Это кто-то вам, вы повторяете. Значит, ты консерва, ты враг. А кто говорит, что опять кагибисты, коммунисты эти советские. И, конечно же, это злило. Например, меня я делал еще больше. Я пытался узнать, зачем, почему это делается в Украине. Люди умирают здесь. Герои погибают на фронте. Дети страдают. Женщины страдают. А эти уроды приехали сюда из России и привели с собой вот этот русский дух. И эти кагибисты, здесь они не слазят со всех главных каналов. Это кто делает? Это зачем это делается? А люди гибнут. Украина гибнет. Жара, электричества нет. Соседка старенькая женщина у меня здесь мучается, потому что нету кондиционера, нету ничего, нету воды, не поступает. А сколько таких тысяч и тысячи людей в Украине? А они все с Трампом воюют, эти уроды. У них все Трамп в этом виноват. Ну вот, примерно так. Дарья, если посмотреть в целом на остановку, ну, конечно, вот, кстати, сегодня об этом говорил Беларелли, вкратце о том, что hate speech, в принципе, стал основой функционирования современных американских медиа в меньшей степени права, в большей степени девок медиа. И, собственно, он даже в своей программе он приводил примеры вот этого вот hate speechа, да. И возникает, естественно, вопрос. То есть мы понимаем, что, собственно, hate speech, который мы видим в США, в США, это, ну, есть на это определенный социальный заказ. То есть людей нанимают, став все ведущие, платят им зарплату именно за такой hate speech. То есть эта машинка, она распоручена уже. Вот такие угрозы есть, да, потому что впереди несколько месяцев, собственно, будет лиц выбирать на покупание, потом выборы, потом, собственно, голосование, потом подсчет голосов. То есть это все в стадии избирательного процесса. А для чего еще мы можем, что называется, докатиться? Мы можем докатиться до полного хаоса в мире. И Путин, и Си будут очень этому рады. Мы можем докатиться до гражданской войны в Соединенных Штатах Америки. Вы думаете, будет Украине лучше от этого? Или Израилю, или Тайванем, или какой-либо другой стране, которая сегодня зависит сильно от того, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Может быть, даже их существование зависит от этого. Конечно же, мы можем докатиться. Но вот вы говорите, что хейт-спичи с той и с другой стороны, и с левой, и с правой. Наверняка есть полудурки с той и с другой стороны, которые ведут себя неадекватно. Это у всех есть, везде есть. Тут ничего. Но я не знаю ни одного примера, чтобы республиканцы, или правые, как их называют, стреляли, грабили, избивали, жгли машины, жгли здания в Соединенных Штатах Америки. Вот ни одного случая не знаю. Уверен, наверняка, я не знаю. Все, у меня есть парочка таких случаев. Но я знаю сотни случаев, когда стреляют по республиканским конверсменам, сенаторам, губернаторам, когда атакуют таких людей, как я. Я сам был, нападение на меня было два раза. Один раз даже в аэропорту. Потому что трампист. Кто? Это левые. Я знаю, что они жгут машины, они уничтожают города, они бьют людей на улицах, нападают на людей со звездой Давида. Я ни разу не слышал и не видел, чтобы это делали правые. Но видите, они все равно, даже Урайлы, он подает так информацию, что и с той, и с другой стороны есть вот эти хейт-спичи. Вот я не слышал ни одного человека на Newsmax, на Fox News, Washington Times, в New York Post. Это правые СМИ. Чтобы там был какой-то хейт-спич. Там они говорят некоторые факты или некоторые вещи, но чтобы был хейт-спич, чтобы было желание, чтобы Байден сдох там, или чтобы его там холера схватила, или что все левые – это убийцы и насильники, хотя среди них там намного больше, чем среди правых. Опять же, что такое правые? В основном это люди и религиозные, в основном это люди верующие, в основном это люди, которые платят налоги, работают, но их обзывают там реднеками, особенно в Украине. Они любят сказать реднек, ну, наверное, Элон Маск, для них это реднек, я реднек, все офицерство американское, ну, в основном большинство офицерства американского – это реднеки. Люди, которые ходят на работу, платят налоги, для них это реднеки. А драмоеды, как безработные, которые не хотят идти на работу, и профессура – это интеллигенция. А почему? А потому что большинство профессуры Голливуда – они левые. Ну, то же самое, как и в 17-м году в России. Это же не были рабочие, крестьяне и матросы, которые создали большевистский переворот. Это была вот эта вот университетская, и что Ленин, что Троцкий – это были публицисты. Ленин даже, по-моему, юристом был. Сталин вообще священником был, он, правда, не получил там вот это. Он закончил семинарием. Он закончил семинарием. То есть это были люди просвещенные, протестовали на улицах и устраивали погромы. И террористические убийства чиновников – это были студенты и профессуры. Ничего не изменилось, то же самое. Вот они будут называть таких, как мы, реднеками. Я не понимаю даже, что означает реднек. А что такое реднек? Это фермер. Что тут у него плохого? У многих, у наших фермеров, у них высшее образование в сельском хозяйстве. У них есть бакалавры и магистры степени в сельском хозяйстве. Поэтому у них растет что-то, в отличие от этих идиотов, которые могут только разговаривать, но ничего не умеют. Ничего никогда не вырастили в своей жизни. Поэтому реднек, это не оскорбительное, они использовали это как в оскорбительном ситуации. Они это путают с white trash. Потому что есть такое понятие, как white trash, белый мусор. Это, опять же, вот это вот дармоеды, это наркоманы, это, кстати, из средних семей дети необразованные. Вот это да. Но реднеки, это не унизительно. Ну, такие образованные люди, как вот Евгений Киселев и остальные эти, они будут их оскорблять, люди, что реднеки голосуют за Трампа. Да, люди, которые работают на земле, на заводах, которых часть есть, принадлежит эти бизнесы им, то есть стаки, то есть, ну, доли в этих битах принадлежат им. Например, у нас есть самый такой популярный магазин товаров для там ремонта, хозяйственных, что и магазин, наверное, как назвать по совету. Нет, это продуктивно. А Home Depot, Home Depot называется. Например, там люди, которые все там работают, рабочие, они имеют долю в этом магазине. То есть, если они заработали больше денег, они, значит, заработали их доля, какая-то там больше. То есть, они тоже реднеки. Многих у них нет высшего образования, да, но они рабочие люди, они знают, как ремонтировать, они тебе помогают, они всегда подходят к тебе там. И у нас много таких бизнесов. Но, так как хозяева или первоначальные люди, потому что хозяева всей этого магазина, но так как первоначальные открыли, которые они за Трампом, вы никогда про это не услышите. вот они реднеки, они вот эти вот. Поэтому, что я могу сказать, вот это пища, вот они достигли этого момента, и теперь они говорят, нет, нет, так нельзя, конечно, это неправильно. Знаете, Гарри, действительно, вот я вам скажу, что у меня много знакомых, знакомых друзей американцев, и я общаюсь с некоторыми из них и слышу от них о том, что Трамп это Гитлер, о том, что Трамп это я, не то, что это слышу от вас, да, я имею в виду, что вы рассказываете, что такое есть, или там, они, по сути, повторяют то, что они слышат по телевидению, хотя это люди умные, но они как зашоренные. И я задаю просто один вопрос, а не считаете ли вы, что когда вы называете Трампа Гитлером, вы плюете, по сути, на могилу тех, кто погиб от рук Гитлера, миллиона людей? То есть, по сути, об этом, кстати, Беларея тоже говорит, что выхолощены термины, то есть, выхолощены категории, получается, что легко теперь можно называть фактически Трампа, извините, Трамп Гитлера. Ну, что же такое? Ну, дело все в том, это вы абсолютно правы, конечно, я даже об этом не подумал, если они тем более об этом не подумали. Но у меня всегда такое, а в чем его проявление-то? В чем он проявляет себя как Гитлер? Или в чем он себя проявляет как Муссолини? Или в чем он себя проявляет как диктатор? В чем? То, что он не поверил в то, что он проиграл выборы, так миллионы нас не поверили, сто миллионов нас не поверили, что он проиграл выборы. И мы до сих пор считаем, что он их не проиграл. Они были у него украдены. Потому что это было все беспрецедентно, как это происходило. Не было, ну, самый легкий президент, что никогда за всю историю Соединенных Штатов Америки, что президент, который находится в Белом доме, набрав больше голосов, чем в первый раз, второй раз набрал бы, проиграл бы выборы. А тут популярнейший президент набрал на 10 миллионов голосов больше второй раз. Собирает миллионы людей на своей ралле. Байден на парковке не может, четыре машины организовать не идут люди. И он проигрывает выборы. Ну, и там много-много всего другого, что показывает. Это из-за этого он Гитлер. Из-за того, что мы, люди собрались, миллион людей собралось и требовали от Конгресса рассмотра, расследования этого. И их теперь посадили и дали им сталинские сроки. Ну, вот сейчас Верховный суд сказал, что никакого переворота не было, никакого заговора не было, никакого подстрекательства со стороны Трампа не было. Так все равно, вот в чем он Гитлер? Вот объясните, где он врал, допустим? Где он говорил неправда? Да, конечно, были вещи, что он приукрашивал. Но где он конкретно врал? Где он специально, зная, что он говорит? Где он сделал Украине плохо, допустим? Или Израилю плохо, или Соединенным Штатам плохо что-то сделал. Вот Байден, я могу назвать 10 вещей, что он сделал. Израилю плохо. Ну, и администрация Обамы. Назовите одно, что, почему вы так религиозно верите, что он исчадия ада? Никто сказать этого не может. Говорит, нефига слушать этого. Ну, вы можете назвать какого-то трамписта, еврея, чеченца, этого Лысого, этого Касова. Ну, неважно. Вот это аргумент у них. Нечего его слушать этого. И в Украине не слушают, к сожалению. К сожалению, вот что в Украине, я не понимаю этого. Вот убейте меня, мне миллион раз кто-то объясняет, что тут деньги ходят большие, что тут то, что тут все. Но все равно, в Украине все равно, как бы там ни было, хотят показаться, что идет борьба с коррупцией, что все-таки здесь плурализм, все-таки это демократическая страна. Но нет. Вот кроме СМИ, кроме Украины, и я знаю, насколько это опасно, обвинять журналистов в предвзятности, в предательстве и в продажности. Они потом тебя сотрут, ну, ахаят, сотрут тебя с лица земли. Я все прекрасно понимаю, насколько это опасно с ними связываться, особенно с такими мстительными советскими этими журналюгами. Но все равно я не понимаю, почему они занимают всю сферу украинских СМИ. Кто-нибудь, никто мне до сих пор объяснить этого не может. Почему никто из нас, в Америке, из нас, американцев, не показывается здесь. Нет у нас в этих украинских СМИ. Мелькаю я изредка на второстепенных каналах, и все. Мне кажется, Гарри, что проблема в том, что у нас половина журналистов не владеет английским, а вторая половина, она просто оперирует только на, ну, скажем, теми эмоциями и теми нарративами, которые не подхватывают из мальстримовых американских медиа. Нет, Михаил, нет, вы владеете английским, большинство из них владеет английским. Дело не в этом, и это не эмоции. Ну, 50%, ну, 60%, ну, 70%, допустим, они такие. Ну, где остальные? 20, 30, 40%. Где это какой-то баланс должен быть? Здесь вообще его нет. 100% на одной стороне. 100% ты можешь выйти на украинские вещания при одной... Ты можешь говорить, причем практически все. Даже хаять президента Украины можно. Можно, можно. Здесь хаять, я знаю, выходят люди такие, и блогеры, и все такое несут. Про Зеленского, про этого, про Ермака, про кого угодно. Несут ничего, ничего, можно. Но нельзя, ни в коем случае, хайть Байдена. Ни одного слова нельзя сказать против него. И не дай бог ты что-нибудь скажешь за Трампа. Все, ты включен в список врагов Украины. Вот почему это так, убей меня, не понимаю. Гаррия, спасибо вам большое за это интервью оперативное, которое вы согласились записать. Он очень благодарен. Конечно, лучший повод у нас был, так сказать, другой. Но май мы тащимай, а я отказал. Леонид Кучев, спасибо вам большое. До новых встреч. Пока. Пока. Продолжение следует...